Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quights. Я получаю очень много от вас вопросов, вопросы дублируются, поэтому я хочу сделать небольшую информацию для подписчиков и зрителей своего канала. Для начала, прежде чем начну рассказывать полезную информацию. Я начну публиковать ролики с названием «Вопрос-ответы», в которых прошу всех, кто смотрит мои какие-то сторонние ролики, про американские буфеты, про покупку продуктов, про какие-то вопросы интересные, обзор парков и так далее. Пожалуйста, пишите свои вопросы непосредственно в этот самый ролик, где написано «Вопрос-ответы». Во-первых, это будет такое центральное место, где будут накапливаться все вопросы от всех пользователей. И чтобы я не дублировал один и тот же ответ по несколько раз на разных роликах, я буду непосредственно отвечать там. И вы сможете найти ответы на все интересующие вопросы. Вполне вероятно, что вы еще не успели даже свой вопрос придумать, а я уже на него ответил полгода назад. И, соответственно, на самые интересные вопросы, которые требуют достаточно расширенного ответа, я буду снимать отдельно ответы, непосредственно обращаться к тому человеку, который мне первый адресовал вопрос, который я еще не освещал, и отдельно буду уже выкладывать это. То есть, давайте еще раз проговорим. Будет создаваться специальный такой вот ролик, называется «Вопрос-ответы», и там уже будет выкладываться информация. Второе. В отличие от информации других видеоблогеров, которые снимают про Америку, я в первую очередь стараюсь сейчас снять какую-то оригинальную информацию, которая не дублируется, которая новая, про которую никто еще не рассказывал. Потому что, например, снимать обзоры пива, чипсов, Кока-колы, это, конечно, большого ума не нужно. Пришел в магазин и снял. Но за бортом остается много очень важных вопросов, про которые люди, которые живут в Америке, просто уже забыли, потому что глаз замылился, и они уже как бы не видят этого. Хотя, могу четко сказать, что по количеству просмотров, ролики про Кока-Колу, пиво, буфеты и еду зашкаливают все возможные умыслимые количество просмотров. А вот про какие-то серьезные вещи народ смотрит меньше, ну, может, не интересуется, может быть, я плохо снимаю. Соответственно, тогда вы уж пишите свои какие-то пожелания. Вот. А теперь, собственно говоря, перейдем к теме. Сейчас я вам расскажу про ВИК. Очень мало даже людей, которые живут в Америке, знают про эту программу. Тем не менее, многие приезжают специально-свенаправленно рожать детей в Америку, и им не без интереса будет узнать про эту программу. Что это такое? Пишется сокращенно этой аббревиатуры как WEC, расшифровалось как Women, Infant and Children. Это специальная state программа, она общеамериканская, может, не праздник, а может, federal, вот, да. То есть она общеамериканская программа, и в каждом штате, в каждом городе есть офис этого ВИКа, и, соответственно, в зависимости от бюджета предлагаются разные варианты помощи и поддержки. Это крайне важная, очень интересная вещь. Давайте сделаем вот что. Значит, я сейчас возьму камеру и вам покажу. Значит, во-первых, как пишется этот ВИК, значит, вот этот сайт, я специально его набрал, и дополнительно для особо одаренных я приведу ссылочку. Вот прям по первому линку у нас открывается ВИК-хоумпейдж, и немножко про ВИК, что это такое. Все линки я вам приведу ниже, непосредственно. Вы можете уже сами посмотреть. Переводчик Google работает у всех, проблем нету, вы сможете сами перевести и посмотреть. Что это за программа? Если вы беременны, находите на последнем месяце, или вы уже родили ребенка, вы можете найти адрес ближайшего офиса ВИК, прийти туда и проапплайться. Эта программа рассчитана на малобюджетные семьи, семьи с малым доходом, неимущие и так далее. По этой программе, после рождения ребенка, вы прикрепляетесь к этому офису, приходите раз в месяц, и вам бесплатно дают талоны на покупку продуктов питания для ребенка. Практически 90% населения в Америке не занимаются грудным скармливанием ребенка, или максимум скармливают где-то один месяц. Потом все плотно садятся на питательные смеси. Основных производителей питательных смесей может быть 3-4, ну и дополнительные какие-то локальные. То есть я вот знаю, что мы свою Лизу кормим инфамиловской продукцией, дерберовская нам не понравилась. То, что производит Волгринс, тоже локальная какая-то продукция под брендом Волгринс, нам совсем не понравилась. Есть такие же аналоги, которые продают крупные супермаркеты тоже под своим брендом, мы это тоже не пробовали. Мы остановились на фамилии, очень хорошая смесь оказалась. Стоит она достаточно дорого. За приблизительно вот такого размера баночку, к сожалению, у нас не осталось, ни одной пустой, в магазине она стоит приблизительно 16-17 долларов, в зависимости от скида. Плюс можно подписаться на какие-то акции, но это вам придет максимум один купон в месяц с 10-долларовой скидкой. А вот эта вот программа ВИК, если вы проплатите на то, что позволяет вам в месяц бесплатно получать до 10-12 вот таких вот баночек, которых вам хватает на месяц на ребенка. Плюс, если вас жена кормит грудью, вам еще для жены выдают специальные талоны, которые вы можете потратить как чек. Это просто чек такой, на который вы покупаете продукты. Вы покупаете яйца, вы покупаете молоко, вы покупаете овощи, вы покупаете фрукты. Это непосредственно для кормящей жены. Но еще сыр. Там четко написано, что вы можете брать. В любом магазине, вы когда пройдете по полочкам, будь то Багансе, будь то Волмарт, специально эти продукты отмечены специальным маркером ВИК Рекомендед. То есть, это специально рекомендовано для ВИКа, что вы можете это купить. И вот эта вот помощь кормящим мамам, она продолжается приблизительно где-то месяца 4-5, в зависимости от того, как вы продолжаете кормить, не кормить грудью и так далее. То есть, специально, чтобы у мамы была какая-то поддержка по нормальным продуктам питания, если у вас нет денег в семье на покупку продуктов. То есть, практически это чистой воды социализм. Многие не верят, но это действительно так. Ну и соответственно, ваш ребенок каждый раз, когда вы приходите туда, в этот центр, вашего ребенка взвешивают. Кроме этого, назначают прикрепление к клинике, где вы можете сделать бесплатные прививки к ребенку. То есть, это тоже плановое все. Все замеры, взвесы и так далее записываются в файл вашего ребенка. Если вдруг какие-то отклонения, вам дают какие-то рекомендации. Если там проблемы со здоровьем, вы можете тоже обратиться в офис ВИКа, и вас прикрепят к бесплатной кредите. То есть, непосредственно, если с ребенком, со здоровьем будут какие-то проблемы. Вот. Ну, собственно, я про ВИК вам рассказал. Дальше вы смотрите линги, и если уже будут какие-то конкретные вопросы, как там проплаяться или еще что-то, смотрите сайты. Если вот вы сами не сможете разобраться, и вам нужна будет помощь, как это сделать, тогда уже четко, конкретно пишите, я постараюсь ответить. Вот. Ну, собственно говоря, я все вам рассказал. Теперь, значит, подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть какие-то пожелания на сюжеты, я их принимаю, пишите, рекомендуйте понравившиеся ролики своим знакомым через социальные сети, и не забывайте про конкурс розыгрыш приза «Выиграть свою электронную сигарету». Он продолжается, в конце мая будет розыгрыш. Пока зарегистрировалось очень мало людей, вот, поэтому спешите. Ну и удачи, желаю хорошего дня, оставайтесь на канале и следите за обновлениями. Субтитры сделал DimaTorzok